Здравствуйте! С вами Марина Романюк в эфире программы «Неделя города». Смотрите в выпуске. Золотые перспективы и всероссийские юношеские соревнования под ЗУДО стартовали в Рязани. Михайловский мастер. Незаконное переоборудование оружия в боевое Михайловским умельцам накажут по всей строгости. В четверг, 26 мая, состоялся судейский семинар перед всероссийскими соревнованиями под ЗУДО среди юношей и девушек до 13 лет, которые стартовали в пятницу. Больше 300 спортсменов из пяти федеральных округов. В Рязань на всероссийские соревнования под ЗУДО приехали лучшие из лучших. 18 команд, мальчики и девочки до 13 лет. В ближайшие два дня ребят ждут жесткие баталии. Как сказал совместитель министра спорта региона Игорь Мишин, в гостеприимстве рязанцам не откажешь, но только вне татами. Всем участникам желаю красивых, ярких, волевых побед, достойных представить свой федеральный оборуд и, конечно же, удачи. А вот те самые спортсмены, которым эти самые победы предстоит одержать. На трибуне дзюдоисты из Уральского федерального округа Матвей, Иван и Александр. Каждый прошел комплексный отбор, выиграл турниры как муниципальные, так и федерального округа. Теперь главные испытания. Конечно, в финал все-таки волнуемся. Каждый человек должен сначала высыпаться, а потом он должен готовиться. Сначала должен это все пройти, привыкнуть. Вот тогда он не будет волноваться. Команда из Уральского федерального округа – это 20 человек. Парни и девушки до 13 лет. У каждого оранжевый пояс. Четвертый кью. У нас был сбор. Почти 11 дней ребята готовились. Готовились плодотворно с командой тренеров у нас. По ката, по спортивному дзюдо. Готовились специально к этим соревнованиям. Хорошую работу провели. Всего на всероссийских соревнованиях 18 команд. Мальчики и девочки до 13 лет. Несмотря на возраст спортсменов, говорят федерации, накал страстей будет нешуточным. Уровень, конечно, хороший, потому что здесь собраны лучшие ребята со всех федеральных округов нашей страны. Поэтому борьба очень жаркая. Накал страстей тоже очень серьезный. И это действительно первенство страны. И ребята, которые побеждают здесь, имеют шанс дальше выступать на более крупных соревнованиях. Победителям не только кубки и грамоты. Часть ребят сменят свой пояс на зеленый и получат новый спортивный разряд. Плюс путевки в Артек и Океан, где они будут как отдыхать, так и тренироваться. Соревнований впереди еще много. Это только один из этапов на пути в мировой спорт. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. В декабре 2021 года стало известно о Михайловском мастере, который переделывал оружие в боевое. Тогда дело прогремело на всю страну. Сейчас, год спустя, расследование подошло к концу. С подробностями Валерий Седов. То есть ничего не сделали? Нет. А что такого? Ну, есть, конечно, некоторые грехи, но они слишком крупные. Переделку оружия из сигнального в боевое этот 39-летний мужчина категории «слишком крупные грехи» не относит. А зря. В уголовном кодексе это 223-я статья. Еще одна, 222-я, за сбыт. Оружие местечковый Кулибин переделывал и продавал знакомым, говорят следователи. После одной из таких сделок мужчину и задержали. Продал сразу пять пистолетов с патронами. Все сделал сам, говорят полицейские. Вот, да, денежные средства, которые говорили? Так точно. Прошу их отдать моей жене. 51 тысячу рублей жене, скорее всего, не передали. Все-таки важная улика для уголовного дела. А вот, собственно, и сама мастерская. Дома в поселке Горянке Михайловского района полицейские нашли фрезерный станок, слесарные инструменты и сами детали оружейных механизмов. Естественно, изготовленных кустарно. Пустой тубус от гранатомета, который держит в руках силовик, это только часть находок. Плюс к этому добавим три самодельных ружья, патроны разных калибров и 11 банок с взрывчатым веществом. Следствием установлено, что мужчина причастен к незаконному сбыту шести пистолетов и 82 патронов к ним, а также незаконному изготовлению, хранению оружия, боеприпасов и двух с половиной килограммов пороха. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Михайловский районный суд. Сейчас мужчина заключен под стражу. Он ожидает приговора суда. Возможное наказание до 7 лет лишения свободы. У мусорного полигона в районе деревни Зеленина Рыбновского района вновь скандал. На свалку по-прежнему везут мусор практически со всей России. Эта история долгоиграющая. При нашем непосредственном участии она длится вот уже год. Напомним, местные жители несколько раз собирали народный сход, вызывали местную полицию, природоохранного прокурора и даже депутатов. Но никакой реакции от властей не последовало. У свалки возле села Зеленина вновь неспокойно. С момента последнего приезда нашей съемочной группы полигон сильно раздался, как в рост, так и в шире. Группа активистов снова вышла на охоту за грузовиками из других регионов, но в этот раз, обычно забитая до отказа и от этого уже порядком разбитая дорога, почти пуста. За исключением вот этого прицепа. Номера тверские. Хозяин авто окопался на территории свалки и выезжать категорически отказывается. Тем более, что к месту уже подтянулся наряд полиции. Впрочем, и бежать-то ему некуда. Прицеп подотчетный, а в данный момент еще и своеобразный вещдок. На протяжении уже большого времени московские машины сюда затаскивают мусор, так называемый. Они его хотят обозвать ТБО, но здесь везутся всевозможные отходы, так скажем, и пищевые отходы, и отходы конфиската. Запах в деревне жуткий, особенно во влажную погоду, утром или вечером. Люди у нас там есть и астматики, поэтому дышать им трудно. Касается это и здоровье. Ну и претензии, в принципе, я думаю, самые главные претензии – возят мусор из Московской области. Не может такая гора мусора за два года вырасти и оказаться вот таким араратом. О том, что мусор на полигоне не местный, активисты повторяют без устали уже год. Не то, чтобы им никто не верил, но реакция и властей, и правоохранителей была более чем скромная. Вернее, ее не было вовсе, а нарушений здесь всегда хватало. Вот, пожалуйста, июль прошлого года. Ситуация один в один, как сейчас. Прямо у въезда на полигон уже другой мусоровоз оставил прицеп с все теми же владимирскими номерами, а сам отправился вываливать привезенное. Вот просто посреди куч. На выезде его, разумеется, встретили местные. Понятно, что активисты лица неофициальные, документы им можно и не показывать. Но вот прибывает наряд ДПС. Машина зарегистрирована на частное лицо. Вот. На него? Нет, на него. Он водитель. Откуда эти смешанные отводы? Постойте ли? Не на фирму. Строить не один? А где машина зарегистрирована? В Владимире. В Владимире. Вот тебе и сказано. Вообще-то, стражам порядка водители обязаны предоставить документы. Но вдруг, оказывается, нагруз их нет вообще. Дескать, все накладные оставил охранникам полигона. Вот, идите сами и берите. Я не пойду. Куда? В откуда привезут? Я сейчас в дежурку позвоню, вас арестуют. Ты, это, как... Короче, там, из-под Москвы. Фирма там, это... Ну, из-под Москвы. Я же говорю, вон еще одна машина. Откуда вы везете? С Южно-Портовой улицы? С Южно-Портовой улицы привозите? Нет. Откуда? Еще там, как она? На, это, на Рязанке. Вот вам прямая речь. Получается, из Москвы все-таки машины тоже сюда приходят? И не только из Москвы. Давайте спросим у водителей других машин. И вот странность. У этих товарищей тоже нет накладных. Как, человек, без документов будете заезжать на данную территорию? У вас примут груз без документов? А как его должны принять без документов груз? Что он там везет? Ну, я вот спрашиваю. По всем правилам и нормам нашего законодательства не должны принять. На каком основании? Они у него при себе. Он их просто отказывается предоставить. Вот и все. В этом случае в отношении него должен быть составлен протокол об административном правонарушении. Это все. Вот только лишь административным правонарушением здесь не пахнет, а вони здесь вполне себе на уголовную статью. Кто и как проверяет приходящий на Зеленинский полигон мусор, вообще мало кто представляет. Это полигон ТБО. Никаких пищевых отходов здесь быть не должно, как и радиоактивных. А чем черт не шутит? Документики-то отсутствуют. Тем более, что ложь здесь, похоже, в порядке вещей. Помните, мы ловили на слове местного хозяина свалки Олега Генералова? Вот он, этот момент. Мы принимаем мусор немножко с Касимовского района, немножко с Захаровского района. Никакой Москвы у нас, ничего, у нас такого здесь нет. То есть московского мусора у нас нет? Нет. У нас только с Рязанской области. А теперь давайте спросим у Олега Генералова то же самое прямо у мусоровоза с Владимирскими номерами. Увидев нашу камеру, он сначала от нее прятался, а затем выдвинул свою версию. Да, фирма Экологик приобрела машину. Вот на 30-30 номерах. Сейчас идет переоформление. Мусор должен возиться. Из-за того, что из-за них останавливать вывоз мусора из Касимовского района, это просто несерьезно. На этот раз своим присутствием хозяин мусорки нас не осчастливил. Зато, похоже, прислал подручных. Вот эти парни внаглую снимали на камеру телефона номера машин всех возмущенных жителей. Не исключено, что с целью оказания дальнейшего давления. Впрочем, увидев, что их тоже снимают, оконфузились. Ну что, стесняешься-то? Вот с ним тоже, наверное. Сходил, фотографировал все госномера автомобилей. Скорее всего, для того, чтобы оказывать давление на жителей. Да, кто приехал. Лежащих сел, которые здесь вот являются. В страже порядка, к слову, обоих молодчиков увезли в отдел. Этот эпизод обстановку только накалил. Начали звучать лозунги. Если меры приняты не будут, собираем подпись со всех окрестных деревень. Вот это вот все мы описываем. Все вот эти вот ответы, все. И отвозим Путину. Найдем. Кстати, за подписями дела не стало. Прямо в полицейской машине активисты составили коллективное обращение в полицию. Подписывали прямо на месте. А где же прокуратура, спросите вы? Неужели не обращала внимания все это время? Обращала. И даже год назад проводила комплексную проверку с забором проб. Действующий на тот момент прокурор района Илья Максимов был настроен решительно. Была принята мной инициативная группа граждан местных населения, которая также обратилась к нам с жалобой по вопросу утилизации здесь мусора с московского региона. На данный момент мы будем проверять непосредственно соблюдение требований законодательства, как брать образцы, проверять имеются ли здесь захоронения радиоактивных отходов. Ну и параллельно посмотрим на организацию захоронения. Но потом вдруг оказалось, что пробы были взяты неверно, их забраковали, а сам прокурор Илья Максимов оказался в Магаданской области. Официально пошел на повышение. Новая проверка пока что только в мечтах активистов. Но надежду на правовой исход противостояния с полигоном зеленинцы не теряют. Хотя готовы перекрывать дорогу для мусоровозов из других регионов хоть каждый день. А еще они рассчитывают на помощь нового в Рио губернатора. Если, конечно, информацию до него доведут в полном объеме. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Высадка деревьев, весенняя уборка – плановые работы Дирекции благоустройства, помимо которых приходится справляться с последствиями действий несознательных граждан. Вандализм – явление, бороться с которым трудно. И от последствий его страдают абсолютно все. Раннее утро, люди спешат на работу, все идет своим чередом. А у надземного перехода возле остановки транспорта таможня кипит работа. Сотрудники отмывают с поликарбоната граффити, срывают наклеенные в неположенных местах объявления, закрашивают надписи на стенах. Все это появилось буквально за выходные. На данном этапе проводим удаление надписей специальными средствами с дальнейшей покраской. Хотелось бы обратиться к жителям с просьбой помочь Дирекции благоустройства в нашем непосредственном благоустройстве города, чтобы оказывали содействие нам. Мы будем очень рады этому. В содействии в данном контексте означает совсем, казалось бы, простое. Не портить городское имущество. Выкинуть мусор в урну, а не мимо. Не наступить на газон. Сделать замечание хулигану, который достал баллончик с краской, чтобы расчертить стену. Но пока что повлиять на вандалов не получается. Регулярно убираем переход. Но люди относятся к этому по-хамски. Постоянно закрашивают, приходится постоянно. То бы делали плановую работу, а приходится красить, мыть. Оттирать вот это все спецсредствами. Такое воспитание, наверное. 5-6 рабочих Дирекции благоустройства города половину трудовой смены потратят на то, чтобы убрать ненужные надписи на стенах и окнах перехода на таможне. Но знают, в следующие выходные, скорее всего, хулиганы вновь испишут все, до чего дотянутся. Потому что гражданское общество, увы, противодействует им слишком слабо. По крайней мере, пока. В Рязани приступили к масштабному ремонту городских дорог. Сумма на это в нынешнем году будет потрачена рекордная – миллиард восемьсот миллионов рублей. С конкретными улицами и сроками завершения работ можно ознакомиться на официальном сайте городадминистрации. Все документы доступны для скачивания. Тем временем, ремонт стартовал сразу в нескольких районах города. На улице 9-я линия – капитальный ремонт автотрассы. Движение регулирует дорожный рабочий, но такое неудобство местные автолюбители, похоже, готовы терпеть. Главное сейчас – полотно на проезжей части, а к нему подрядчик относится со всей щепетильностью. И так практически во всех районах Рязани. Работы выполняются одновременно во всех районах города. Подрядные организации работают на двух-трех участках. Это сделано для того, чтобы обеспечить автомобилистам более комфортное передвижение, связанное с ремонтом дорог. Стараемся работать и в ночное, и в дневное время, в зависимости от того, какая улица. Если это улица в жилой застройке, то работы преимущественно выполняются в дневное время. На выездных магистралях можно работать по ночам. Аккуратно сейчас дорожники относятся и к школам. Впереди у выпускников ЕГЭ все работы на время проведения экзаменов будут приостановлены. А вообще масштабная реконструкция дорог в Рязани предполагает круглосуточную работу. Денег в этом году больше, чем обычно. Охватить ремонтом власти постараются все районы без исключения. Сумма на этот год на ремонт дорог выделена беспрецедентная. Почти миллиард восемьсот. Если считать вместе с дорожной разметкой и модернизацией светофорных объектов. Большая часть контрактов по ремонту дорог уже заключены. В торгах находятся еще двухлетние контракты. Лето для дорожников будет жарким. Елена Сорокина призвала быть подрядчиков максимально открытыми. Жители города должны знать и место ремонта, и время, и сроки окончания. Во избежание неудобств. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Для многих стран мира 25 мая – это международный день пропавших детей. Отчет 79-го года. Тогда в США пропал шестилетний школьник. Искали его и правда всем миром. Найти так и не удалось. В России же по статистике поисковых отрядов ежегодно пропадают 40 тысяч детей. И каждой пропажей занимается следственный комитет. Вместе с другими ведомствами. Перед беседой заместитель руководителя отдела криминалистики Сергей Личинин положил на стол три фотографии. На каждой пропавшей без вести. В центре фото Александра Захаркина. Пропал еще в 95-м. Последний раз замечен в московском районе города. Сейчас этому парню исполнилось бы 44 года. Только фотография уже совсем старая. Но все еще висит на сайте следственного комитета. Надежд найти не оставляют. Девушка, вот насколько я помню, в вечернее время прогуливалась с подругой. Потом они разошлись. Пошли по домам. И вот с того периода они тоже ничего не известно. И молодой человек, там тоже такая же ситуация. Он в вечернее время прогуливался со своими друзьями в компании. И опять же, возвращаясь домой, до дома он не дошел. На сайте следственного комитета 17 фотографий пропавших без вести подростков. Со всей России. Мало ли приведет нелегкое и в наш регион. А с поиском пропавших детей в регионе ситуация обстоит так. Находят 90% потеряшек. Если взять весь 2021 год, то у нас было зарегистрировано порядка 140 сообщений об известном исчезновении несовершеннолетних лиц. Большая часть из них была установлена. Вместе с тем, в прошлом году было возбуждено 5 уголовных дел. По трем из которых лица были найдены, а по двум подростки стали жертвами преступлений. Ежегодно правоохранители региона фиксируют от 100 до 180 сообщений об исчезновении несовершеннолетних. По статистике, треть из них уходит в никуда сами. Большую часть возвращают в первые сутки. Как правило, бегут они из спецучреждений. Типичный портрет такого стаера. Подросток 14-17 лет. Сергей Личинин говорит, что некоторые бегают и по три раза за год. Как детдомовские, так и домашние. Паниковать или ждать чего-то не нужно, говорят следователи. Обращаться необходимо сразу же. Как только вы поняли, что вы не знаете, где ваш ребенок находится, он не выходит с вами на связь, сразу же обращайтесь в правоохранительные органы по данному факту. Поскольку порой потерянное время чревато тем, что ребенка просто могут не спасти. Ну, если ребенок попал в какую-то серьезную ситуацию. Рассказали и алгоритм поиска, и с какими службами следователи ведут взаимодействие. Все эти вопросы мы обсудили в программе «Городские встречи» с Сергеем Личининым, заместителем руководителя отдела криминалистики следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. Премьера уже на этой неделе. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Мещора, остаток лесного океана. Мещорские леса величественны, как кафедральные соборы. Так в знаменитой повести писал Константин Паустовский о рязанских лесах. Рожденный в Москве, писатель полюбил природу Мещоры и много лет жил в Солочи. А потому его имя неразрывно связано с Рязанской землей. В этом году юбилей Паустовского – 130 лет со дня рождения. Череда посвященных дате мероприятий стартовала в музее-усадьбе Пожалостина в Солочи. Знакомство Паустовского с Мещорой состоялось еще в 1930 году. По словам писателя, здесь он нашел, цитата, «самое большое, простое и бесхитростное счастье». Часто и подолгу писатель останавливался в доме академика Пожалостина у его престарелых дочерей. Здесь рождались многие его произведения. Рассказы Мещорского цикла вошли в сборник «Летние дни». А повесть «Мещорская сторона» стала одним из известнейших произведений автора. Мы, рязанцы, очень гордимся, что имя Константин Георгиевича Паустовского связано с нашим рязанским краем. Я считаю, что два человека воспели красоты нашего рязанского края. Сергей Есенин в стихах и Константин Георгиевич Паустовский в просьбе. Знакомство с Мещорой – знаковый период в творчестве писателя. С этих пор тема природы в его произведениях становится многозначной, тяготеет к символу Родины. Образ родной земли складывается из узнаваемых простых примет действительности, неброской на первый взгляд прелести природы средней полосы, красоты и чистоты русского языка, типажей и характеров, не утерявших связь с историческим прошлым страны. На идейном уровне повесть о движении человека к духовной опоре, счастью, источнику вдохновения. Выставка, представленная Московским музеем имени Константина Паустовского – это краткий экскурс по главам повести. Мы начали мероприятие уже с самого начала, с января месяца. Это были конкурсы детские по произведениям Константина Паустовского. Это были внеклассные чтения с детьми как раз детских произведений, очень много интересных, тот самый кот-ворюга и резиновая лодка, и заячьи лапы. Они продолжаются, и пока еще не закончился учебный год. А вот сегодня, 26 мая, у нас открывается знаковое такое мероприятие большое. Сегодня же презентовали карту путеводитель Паустовский в Рязани. Здесь обозначены основные места, с которыми связано имя писателя. У нас уже карты были посвящены Есенину, Солковскому, Великой Отечественной войне на карте нашего города. И вот сегодня с печати вышла карта, прям свеженькая, это Константин Юрьевич Паустовский в Рязани. Вот здесь на этой карте представлены все объекты, которые связаны с именем Паустовский. Впереди еще немало посвященных праздничной дате мероприятий. Среди них подведение итогов детского конкурса, экскурсии. Тропой Паустовского сегодня называют туристический маршрут, который ведет через луга, к ближним озерам, где писатели и его друзья любили рыбачить и гулять. Первая экскурсия в этом сезоне состоится в день рождения писателя, 31 мая. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у меня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова